Талантам нужно помогать, особенно юным, перед которыми при должной поддержке откроются, казалось бы, невозможные до этого перспективы. С одаренными детьми 1 июня встретился губернатор Ульяновской области Сергей Морозов. Побывал на встрече и наш корреспондент. Участники и дипломанты 18-х младежных Дельфийских игр России, участники проекта «Мир детства», проекта театральной сказки Ильза Лиепа, концерта детских хоров в Праге, танцевального конгресса в Сочи, лауреата конкурсов самых разных уровней. В этот день в Малом зале Ленинского мемориала была повышенная концентрация талантливой молодежи со всего региона. Самое главное – вовремя заметить ребенка и выявить, в чем он особенно талантлив. Очень достаточно известен наш большой региональный проект «Дельфийские игры», направленный на выявление вот этих как раз одаренных детей по всей Ульяновской области. И очень хочется верить, и мы в принципе в этом даже уверены, в том, что этот проект набирает обороты. Даже приведу некоторую статистику, что в первых «Дельфийских играх» 10 лет назад порядка 400 детей принимало участие, то последние девятки игры нам дали цифру 720. Примерно такая история и произошла у Данилы Дементьева, школьника из поселка Силикатный Сингелеевского района. Учитель русского языка и литературы заметила, что мальчик талантливо декламирует стихи. И вот сначала он становится золотым призером региональных «Дельфийских игр», а потом и бронзовым, уже всероссийских. Хотя, признается, это было совсем непросто. «Дельфийские игры» — это такое событие, которое крайне мотивирует, помогает вот таким, как я. Это было довольно-таки трудно, вот правда, очень. И если бы не было никакой поддержки со стороны своей семьи, со стороны своего поселка, со стороны своей области, то, наверное, у меня бы ничего и не вышло. Однако все получилось. И на этой встрече в мем-центре Данилы узнал о новых перспективах, о которых, по его словам, раньше он не мог и мечтать. Буквально пару дней назад я получил письмо от председателя исполкома национального «Дельфийского совета» нашей замечательной страны Артемия Владимировича Полевина. И он обратился ко мне с просьбой, чтобы мы сделали все, чтобы ты приехал на встречу с руководителями правительства Российской Федерации. Я хочу тебя проинформировать и твоих родных и близких, и всех-всех-всех, кто здесь присутствует, в этом зале, о том, что уже 18 июня, буквально через пару с небольшими недель, ты уедешь в правительство Российской Федерации и будешь встречаться с руководством страны. Здесь же губернатор поздравил и других ребят и их руководителей. Это прославленный коллектив эстрадного балета «Экситон», образцовый детский хор «Солнечный ветер», ансамбль «Ладанка» и другие. Все они регулярно участвуют в различных сменах в ведущих образовательных центрах страны, таких, как, например, «Сириус». А совсем скоро наши юные пианисты отправятся в подмосковный клип, где смогут еще больше отточить свое мастерство. Я буду посещать мастер-классы, концерты различные, и учиться новым навыкам на фото-пиано. Я очень люблю играть на фото-пиано, и я хочу связать с этим свою жизнь и уехать в Москву учиться, стать артисткой. К слову, Елизавета учится в областной школе искусств по программе повышенной сложности. Таких ребят, как она, здесь более сотни. С ними работают ведущие педагоги не только Ульяновской области, но и страны. Каждому помогают найти свой путь и прописать индивидуальный образовательный маршрут. Помогает и различная стипендиальная и грантовая поддержка. Всего в этом году в регионе на программу «Творческие люди» в бюджете заложено около 60 миллионов рублей. Антон Никитин, Герман Баранов, Вести, Ульяновск.